Давайте вернёмся к Питеру. В Питере мы немножечко коснулись темы храма. И вот, по-моему, Коля обещал рассказать достаточно подробные вещи о храме и о том, на каком сейчас уровне находится это движение, и вообще есть ли оно, и вообще есть ли перспективы этим заниматься. Потому что наш хозяин в прошлый раз мысль такую продвигал, свою мечту, и может, мечту многих, о том, что этот храм надо делать. Я правильно понимаю, Рогика? То есть у тебя эта мысль ещё есть в отношении того, что храм делать надо. Я уверен, что рано или поздно появится какая-то личность, возможно, с деньгами, которая захочет эту идею воплотить в жизнь. Я уверен, что такой есть, может быть, не в Петербурге человек, может, в Москве, может, ещё где-нибудь. Сейчас много богатых людей, но почему в таком чём не найтись? Я думаю, что это будет когда-нибудь. Ну вот, в исполнении этой мечты уже такой коллективной почти, да? Что Коля может сказать? Нет, ну здесь я хотел, в общем-то, рассказать сначала о том, как начиналась эта эпопея храмовая. Был вопрос про храмовый комитет, который был создан в 92-м году. Была зарегистрирована организация, было получено свидетельство у Коли. Мы назывались комитет содействия сооружению именем, 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 именем Джона Линнона, храма, нет, там было «Музыки любви», вернее, если более точным быть, то сначала это вообще называлось храм рок-н-ролла, но довольно быстро, в общем-то, было изменено название на более обобщённое. Был создан комитет, человек из десяти, наверное, туда входил Володя Рикшан, Михаил Барзекин из группы Телевизор, была ещё какая-то девочка, которая стала бухгалтером, но потом, как оказалось, тоже из казны стали пропадать деньги, вот это я сразу вспомнил предыдущую историю. Вот, и к 2002 году образовался комитет уже такой более-менее постоянный, он стоял из пяти человек. Мы готовились к... Не шесть, не шестью? Нет. На тебе вине. Ну, я говорю про конкретный год, это начало даже 2003 года, мы готовились встречать Пола Маккартни, который уже известно было в начале года, что он посетит Россию. И к этому времени Коля попросил сделать шесть кофт, вот таких вот, даже не футболок, это одна из них на мне. Покажи сзади. Да, здесь вот сзади со всеми реквизитами. Вот, это временные такие кофты, как раз вот для членов храмового комитета. Первая у Коли Васина, вторая у Леши Лямина, третья у меня, четвертая у Гриши Козила, неделю назад он был в ней, пятая у Коли Барабанова. Вот, а шестой был экземпляр, он был приготовлен для вручения Пола Маккартни. Правда, так получилось, что когда Коля шел на званые фуршеты, на котором был Маккартни, охранники его не пустили с пакетом, в котором лежала вот эта вот кофта для вручения Маккартни. Вот, и таким образом она осталась не врученная. Полу, полу. Да, но, тем не менее, история там была достаточно забавная, потому что Коли был как раз вот в этой самой кофте, и на фуршете, когда Пол Маккартни обходил гостей, нас туда не пустили, там из нас только был Коля и Серега Панасов с сыном, мы их ожидали снаружи. Дивидируют. Да. И когда Маккартни обходил на фуршете своих гостей, он подошел к Коле Батсину, я к пальцам ему тыкнул в грудь, о, 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 не дез лав. Вот эта вот надпись. Коля так опешил, что он просто взял и сгрег Маккартни в объятия. После этого, ну там, я не помню, они поцеловались или нет, но когда Маккартни освободился от объятий, он сказал, «You are a great man!» Что характерно, потом рассказывали, что он на следующий день в Москве еще одному человеку сказал эту фразу, «You are a great man!» Это был Михаил Горбачев. У нас там тоже еще не рассталось. Ну, пожалуй, руку еще он не дал. Такая мягкая рука у него, говорит, у Маккарни прямо он будет. Я говорю, «Ну хорошо, что я ее не покалечу вообще». Тогда бы осталось бы. Вот, это так что, я так отвлекся в сторону фирменных одеяний. Вот, и в этом составе храмовый комитет существовал несколько лет, но потом, откровенно говоря, я не то, что вышел из состава комитета, я просто переехал из Петербурга жить на дачу за город, и вообще очень редко стал появляться в городе, не конкретно у Коли. И как-то так вот тоже пошел какой-то вот разброд, и через, наверное, года четыре назад я был у Коли, но он говорит так с горечью, что вот был у нас комитет, там сначала 10 человек, там потом 5 человек, но сейчас, говорит, нас двое осталось. Это он имел в виду себя и Гришу Козелу, потому что действительно, в основном, вот как бы они занимались этими делами храмовыми. вот, если говорить о перспективах, вообще, ну, здесь, конечно, вопрос очень трудный, очень неоднозначный, но могу сказать, что еще был один эпизод, когда чуть-чуть уже это дело не дошло до воплощения, таких моментов было несколько у нас в истории, до воплощения храма, ну, это, наверное, года три назад, примерно, к Коле пришли инвесторы, которые сказали, что они могут реально все это финансировать, но, говорят, Коля, единственное условие, ты должен изменить название, то есть, слово храм быть не должно, то есть, или клуб, или центр какой-нибудь, или что-то, что-то как-то, вот, и Коля после долгих раздумий дал свое согласие, ну, говорит, давайте, ребята, все-таки будем воплощать идею, ну, а там уже как-нибудь ее назовем, вот, но все-таки это ничем не кончилось, эти инвесторы пропали, вот, но, кстати, мое мнение, что если нам продолжать эту идею, то, может быть, есть смысл действительно как-то думать о названии, потому что все-таки вот это само слово храм, оно сбивает с толку очень многих верующих людей, прежде всего. Да, оно предполагает только религиозность, канонизацию, то есть, нас часто называли и сектой, и новой религией, там, и, ну, так, флагбарблаз в лаборатории рок-н-ролла. Ну, вот, да. Вот, и было очень трудно объяснить людям, что здесь мы как раз абсолютно лоевенно относимся к людям всех религий, то есть, наши религии, это любовь и музыка, вот, но здесь достучаться, конечно, очень трудно. Батюшка, батюшка, батюшка. Леша, ты хотел еще пару слов на эту же тему добавить, да? Там, возможности. Из истории, да. В прошлый раз я смотрел то, что снимали, и то, что говорил Ковальский, и история как-то вот приобрела законченность. Это реальная была возможность построить что-то в то время. это, не знаю, 92-й, когда был Яковлев. Ну, если бы те инвесторы не пропали, возможно бы что-то продолжало. Я прошу прощения, за руку меня брать сначала. Так вот, был губернатор Яковлев, и когда вот они как раз сделали Пушкинскую, Ковальский привел туда, смог привезти губернатора, губернатора по двери, он зашел к Васину, и сказал, о, отлично, здорово, круто. Потому что он был строителем, много очень построил, несмотря ни на что там про него говорили. После этого, здорово, я за, сказал губернатор. Через некоторое время ничего не происходило. И тогда вот мы как-то, по-моему, с Ковальским подошли, Коля, давай что-нибудь попробуем. Ну, так и ничего не получалось до тех пор, пока не появилась прямая связь туда, вот, через человека, потому что все тут надо через ногами было делать. И тогда мы написали бумагу красивую от комитета, от Храмова, и с ногами человек отнес прямо самому губернатору в нужный момент, в нужную минуту, и губернатор на этой странице написал главному архитектору принять решение, или в работу что-то типа этого. И что вы думаете, через пару недель приходит ответ из комитета по градостроительству, дорогой товарищ Васин, мы готовы выделить вам под храм три места для ваш выбор. Одно место было на юго-западе, где-то в районе, туда, в сторону Петродворца. Второе место в Кронштадте, и третье, да, требование было одно у Васина, чтобы это было с видом на воду. Он говорит, в Смоленке. В открытой воде. В открытой воде. Там было мечтаю место. Там, где потом. Вот, и вот эти три вида на воду. Один со стороны Петродворца, второй со стороны Кронштадта, именно в сторону города, и третий, озеро Долгое. Ну, чтобы Леном подплыл на лодке, как он говорил. На пироге. На пироге, на той самой мере, которую он отлез и узнал. И мы с Колей, почему-то долго очень, получив это разрешение, меня уже начали дергать. Ну, послушайте, что, надо же ответ давать. Он почему-то очень как-то к этому относился тяжело. И мы дотянули до того, что пошли уже морозы. Но все-таки в морозы мы сели в машину. Был я, моя жена, и, по-моему, Гриша Козел был. Мы вот вчетвером, мы поехали. Причем сразу был, от юга-запада был, от метен Ласинского. Не, не хочу, там промышленность, не хочу. Кронштадт, ну ладно, посмотрим. А место номер один, это, конечно, озеро Долгое. Это где-то метров 300 от сегодняшней башни Газпрома. Просто на берегу озера Долгое, шикарнейшее место. И вот мы выехали, доехали до какого-то первого открытого месяца, был гавалет и пурга, и машину развернуло. Какая-то, я был за рулем, не справился с управлением, ее развернуло, но не в канаву, никуда-никуда, просто занесло. И тут Васин как-то подпрыгнет, вспылил. Все, возвращаемся обратно. Не поедем никуда. Это знак. И вот в происшествии всех этих лет, лично мое мнение, что, вот можно здесь какую-то параллель, которая звучала, как Коля, как Ксения Блаженная, Петербургская, они были храмом в самом себе. И уже храм этот был, они его построили, и больше, вот воплощение этого, это был бы какой-то для Коли, не знаю, может быть, лишний обман какой-то. Он сам был храм. Как Ксения писала у себя на спине, там Андрей Петрович, или там слухи были, она писала ей царь и прочее, и ходила в этом тулупе. Так и Коля сам был вот этим воплощением. Да, то есть построенный храм, это как бы мечта кончилась. Что отец? с ранного стечения обстоятельств у нас храм Ксения Блаженная построен. Да? Так что круг замкнулся. Ну, я бы не сказал, не буду. По-моему названию у меня есть идея вполне четкая и краткая. У тебя конкретная идея, то есть надо просто выходить туда, надо искать людей, которых как-то заинтересовать, чтобы они были заинтересованы. Все-таки, и вот это может быть даже из какой-то религиозной точки, из епархии поддержано, потому что вот там отец, протеерий, Вячеслав Радисуфат. Ну, не просто, это Битлз-темпл. Я понял, я понял. Это Битлз-темпл. Завязывал центр. Темпл. А, темпл. Храм? Да, я понял. Ну, идея неплохая. Темпл. Да, да. Можно подумать, конечно. Вы что-то нам расскажете сегодня? Я, к большому сожалению, училась. Потому что там молчит. Я вас слушаю, мне очень интересно. Юля очень скромная. Мы планируем комиссию, которая бы сейчас занялась архивацией. А Юля, кроме того, что она художник, мы планируем, что она будет руководить всей этой комиссией. Потому что там громаднейшая работа. Туда приглашены также Миша. То есть мы представляем арт-центру. Юля, будем плотничать вместе. Голи, будем плотничать вместе. Просто Юля профессионал. Она знает, как архивировать, как... Сегодня до вашего прихода я поднимал вопрос. Внутренности этого будущего храма как-то прорабатывались? Внутренний интерьер? Все в процессе. Все в процессе. В процессе, да? Конечно. То есть если будет помещение большое, пожалуйста, вот он... Мы назвали это все по предложению Юлии пространство. Да. Пространство, на котором могут происходить и посиделки, и концерты, и музей, и, я не знаю, кофе пить, чай, и изба читальня, все что угодно. А как это, во что это выльется? Главное, чтобы это было кому-то нужно. Пока в городе это нужно только одной организации, я могу, крайне сказать. Реклама. Ну, а извините, реклама не реклама. Нет, в этом месте реклама. Благодарная Россия Битлз, которая проводит концерты, которая продолжает их проводить и будет производить. Ну, потихоньку будет наращиваться. с ней сложно в моем названии, которое я написал, напиши, как бы ты видел это название. Ну, это скорее водку. Тогда вот, к любому, кто может. Коля, он дизайнер. Коленька, смог бы ты вот это название, ну, каким-то образом, сейчас быстренько сфантазировать. Сфантазировать. Битлз Стэмпер. The Beatles. Стэмпер, по-английски. А то есть... Смог бы это красиво сейчас написать, ну, чтобы это было наглядно уже. Вот сегодня будет тогда день рождения этого... Ну, это так не делается. Ну, посиди по дому, я же тебе не говорю, вот прям все, помри здесь и все. Посиди по дому. Я готов. Я завтра зайду. Моя подруга, она режиссер документальных фильмов, она училась по Франции в университете кинематографии. Вот. И, конечно, когда мы с ней просто завели разговор об этом, обо всем и о Коле Васине, и, в принципе, ситуации, конечно же, возникла сразу же идея, что здесь можно сделать очень интересный фильм, посвященный как самому, самой коллекции, так и вообще движению Битлз именно в России, конкретно в городе, в Санкт-Петербурге, и вот как бы как это располагалось по, например, каким-то другим направлениям. Вот. У нее, в принципе, уже готовая и есть сценарная заявка именно документальный фильм с реконструкцией событий, то есть документальный игровой фильм. Не художественное, а что-то такое, что можно, возможно, с каналами Великобритании договориться, на каких-то тоже на гранты, может быть, подать. Но, да, это можем. Да, потому что здесь лично я с трудом вижу художественный фильм, потому что для художественного фильма нужна драматургия и нужны определенные события. Давайте немножко поговорим о будущем художественном фильме, если можно. Сейчас Юлию отпустим. А документальный игровой фильм здесь вполне реальный, конечно. В том числе, даже по одной архивации можно уже фильм цены снять. Мы уже с этого начали. Если вы все обратили внимание, да, вы с этого начали. Но, в моем понятии, это первый шаг, как я уже говорил, к возможному игровому. К возможному. Если у вас, я вот впервые услышал сейчас идею по поводу документально-игрового, как сейчас это достаточно уже хорошо себя показало, скажем так, про многие темы. В этом тоже ничего по-моему, зазорного нет, кроме Хрюса. Правильно? Поэтому, если всех удовлетворит, то и ради Бога. Но я там, это будет, опять же, история про Кулевасину. Понимаете, я с чего начал, что хотелось бы показать движение не только Кулевасина, но вот их, их, он начинал все это дело. С рез истории. Да, вот. Вот это, понимаете, как это шило. И чтобы это было завязано на интересной драматургии. Почти драматург сидит у нас. Я к нему подвяжусь, конечно, после окончания вечера, но он меня, может, пошлет. Но, если я это говорю публично, посмотрим. Может, не сразу пошлет, может, еще подумает. Может, еще такие люди будут. Я не говорю, что завтра, но популяризируя это в документальном виде, в игровом документальном виде, мы все равно раскачиваем аудиторию, восприятие. Можно я высказать свое мнение? В силу того, что я знаю, кстати, вот мой друг так ничего и не сказал, а он много интересного сообщил. Ты хотел бы что-то сказать? Да, я скажу попозже. Так вот, в силу того, что сообщал меня Чингис, мой друг и друг Коля Васина, и те сюжеты, которые у меня уже начали слаживаться в голове, я думаю, что если этот фильм когда-нибудь будет, то он, наверное, должен был бы быть детективом. Именно детективом о том, как погиб Коля Васин. про юность про нас мне интереснее, кажется, кино. Можно, товарищ Судябович? Значит, я, говоря о фильме, имел в виду кусочек детектива, кусочек комедии, кусочек трагедии, кусочек еще чего-то, кусочек, может быть, даже лирики. Вот мы сейчас опять не касались женской темы, а это достаточно интересная тема, мне кажется. На прошлом нашей встрече я только начал попытаться поднимать эту тему, меня сразу осадили. Нельзя. Как нельзя? Ну, пускай, да кем бы он ни был, Господи помилуй, но все равно эти отношения существуют. Они человеческие, и никуда не деться. Вот ты пришел, ты сказал, я пришел, она на коленях сидела, и не любил. Это было классно. А почему нет? А почему нет? Это жизнь, и так устроена жизнь, что мы без женщин никуда, они без нас никуда. Ну, пока еще, да? Это можно отдельно искать. Поэтому, мне кажется, эта тема должна быть. назвать Наташку Христиану. Ну, ты скажешь пару слов с своей стороны, так как заключительный, дорогие друзья, сейчас мы должны достойно закончить нашу встречу, которая была, мне кажется, даже более интересной, чем предыдущая. И так как мы решили сделать третью встречу, Бог троицу любит, то я надеюсь, что следующая встреча еще более интересная будет. И в конце концов, когда мы все это скармонуем, то это будет действительно достойный вклад в историю. Поэтому сейчас я предлагаю выступить моему другу с замечательным историческим именем Чингиз, который меня и познакомил. Который меня познакомил. Я думал, он на одном в России. Я уже заблудился. Я про это имел в виду. Да, я расскажу про историю. Да, да, да. Кроме того, кемотек. Чингиз Алякберг, меня зовут. Родился и вырос я в маленьком городке в Узбекистане, хотя это областной центр. И в шесть лет я первый раз в Питер приехал к тете на свадьбу. И почему-то в шесть лет я принял решение для себя, что отучусь я десятилетку и приеду обязательно сюда в Питер поступать в УЗ. Ну и где-то вот в середине школы, я не помню точно, в каких это классах было, я уже услышал, что есть такой Коля Васин в Санкт-Петербурге. Я всегда знал, что есть такой вот человек. Когда я уже приехал сюда, поступил в университет, на математико-механический факультет, был у нас, кстати, на курсе человечек, который очень любил Битлз, но по человеческим качествам был какой-то, ну, как-то его, то ли он стукачок, то ли какой-то он такой. И у меня тогда... Да, я тогда... Ну, я так подумал хорошенько и вот понял тогда одно из таких для себя вещей, что почему я должен, значит, прекратить любить Битлз, если подонок какой-то любит Битлз. Мутный. Совершенно нет, да, мутный какой-то. Ну, мало ли, Гитлер любил Вагнер, что Вагнон-Композитор... Да, 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 ну, я же был маленький, ну, все-таки, 10-летку закончил. Вот. В общем, продолжил, конечно, да, слушать Битлз, любил вот... И всегда хотел попасть к Коле. И эпизодически вот это обострение происходило, думаю, блин, ну, надо посетить, как-то познакомиться. Вот. И случилось это всего лишь в этом году. Вот. В начале этого года, да, я тоже с пустыми руками думаю не пойти. Вот. А мы с братом делаем такие объемные вещи. Можно я покажу, да, Рубин? Да камеша, да. Я думаю, что всем присутствующим и все, кто на встречах, я обязуюсь каждому такую фотографию, как минимум подарить. Подарить килограмматикой, да? А, я обратил внимание уже. Да. И я сделал эту фотографию и стал выискивать, значит, ну, на сайте Пушкинская 10 там написано, что приемные часы, приемные дни, только пятница и только там определенные часы. И я вот все подгадывал пятницу, как по Байс-Коле. Да раз вы уже подгадываете, что-то не получается. Вот это длилось-голубо длилось и наконец, где-то в начале февраля случилось, все, я все, собрался, дальше отказать нельзя. И пошел к Коле, звонил в дверь, как все рассказывают, открывает, да, такой, кто? Я говорю, посмотреть можно? Да посмотреть, конечно, заходи. Вот, я зашел, значит, с рассрытым ртом, озираясь все на все это, показал мне пластинку. Ну, в целом, так смотрел, сел в кресло и так, в целом, на меня так смотрел, оценивающий. В общем, я говорю, я вот подарок принес. Он говорит, а, ну, так, сначала он видит, что, ну, таких, типа, миллионов фотографий без особого энтузиазма. В общем, я поозирался, значит, какое-то время там еще. Вот. И уже собрался уходить, и он говорит, Чингис, а ты на машине? Я говорю, нет, я не автомобилист. Я говорю, а что? Ну, он говорит, да вот машина нужна на 25 февраля. Я говорю, ну, я не обещаю, но постараюсь как-нибудь, чтобы отвезти на концерт. Хикам-то сам, конечно. Да, и вот через пару дней, ну, я считаю, это мне повезло, просто откуда-то. А повезло услужить, можно сказать, да, чтобы для Коли что-то сделать, как Михаил говорит. Полезный, да, да, да. Полезный приятный. Да, и я прям загорелся, да, стал искать, кому я могу попросить, там, нашел, в общем, я своего друга, который музыкант тоже, и он на машине. В общем, все это срослось, я звоню Коле, через пару дней говорю, Коля, на 25 февраля машина 99% будет. Вот, и там был восторг, говорит, молодчина, фу, все, ты молодец, класс. Вот. А большая машина, он меня спрашивает, я говорю, ну, там Lada Priora, ну, мы там поместимся. Я говорю, водитель, я, ты. Он говорит, а я не один буду. Он говорит, я говорю, а с кем? Ну, со мной еще Джордж будет. Вот это вот, картонное, да. Я говорю, да, без проблем, картонный Джордж надо поместиться. А еще вот книги будут умертые. Да все поместится. Ну, все. Ну, и вот, в общем, таким образом, мне получилось 25 февраля приехать, забрать все эти реквизиты, Колю. Мы поехали на концерт в сердце на Васильевский остров. Сыграли. А как вы Джорджа поместили на веру Джона? На веру Джона? Да. Куда вы его поместили? Картонного. Или интересно? На машине, да. На капоте был багажник. Был багажник. И мы туда... На крыше был. Да, на крыше. Мы аккуратно все перевязали. Прям от Коли до Васильевского. Да. Погода благоприятствовала особо. Ну, ветер был. Но ничего у нас не пропало. Джордж никуда не улетел. Вот. В общем, отыграли концерт. Много всего. Да. Да. В тот же день он нас пригласил после концерта отметить это дело. У нас там не получилось. По разным причинам. На следующий день он сказал, надо будет забрать все это. Мы все это сделали. Мы забрали. Привезли. И вот тогда, на второй день, когда мы уже привезли, он нас не отпустил просто так. Все. Напоил коньяком. Так. Все рассаживайтесь. Значит, сделал там салат оливье. Давай там шуршить. У нас, ну, у меня лично, восточное воспитание. Все-таки взрослый человек. И суетиться там. Я там порывался помочь. Коля, давай я... Коля, давай. Он говорит, так, ты хочешь, чтобы я тебя больше не позвал к себе? Я говорю, нет, нет. И вот он все. Каждому там сколько у нас несколько человек было. Всем по тарелочке, аккуратненько. Салатик оливье насыпал. Коньячок выпили. Затложил. Храмовые. Храмовые, да. В общем, ну, это восторг был. Я до сих пор в восторге. С одной стороны, жалею, что я раньше не познакомился с ним. Но, с другой стороны, я рад, что я успел. Что я успел. Как произошло. Да. И вот подарок мой стоит теперь в храме. Ну, и, значит, такой еще был интересный момент, да. Очень интересный. Пока мы ехали от храма на концерт, я решил поснимать. Говорю, Коля, можно поснимать немножко? Он говорит, да. Я стал снимать, мы ему задаем вопросы, он что-то рассказывает. Очень много интересного. Ну, и, в частности, значит, это вот есть запись. Можно будет потом посмотреть. Александр, может быть, как-нибудь потом ее включит во все эти наши встречи. Никто этого, запись еще не видел. Даже Рудольф не видел. Где он заявляет? Я не знаю, надо это рассказывать мне словами или посмотрим. Смотрим. Сначала скажем. Ну, окей. Окей. Чтобы он подряд. Да. Значит, мы уже почти подъехали на Масильский остров. И он так и говорит. Чингис говорит. Я тебя сегодня познакомлю с человеком, который еще дремучий, чем я. Говорит, рок-н-ролльный фан. Я говорю, такого не бывает. Нет, не бывает, говорит. Такое, говорит, что он сказал. Что-нибудь тебе, говорит, такое название, как Фукс. Я говорю, где-то что-то... Нет. Он говорит... Фукс, да. Фукс. И вот он рассказывает. Ты что, говорит, он там в 57-м году сам сделал аппарат. На костях делал пластины. КГБ, покажи, КГБ. Где такое, покажи. Вот, покажи, покажи. Ребята, уникальные вещи, смотрите. Магнитофон КГБ. Опа. Ну, вроде-ка же музей. Музей не здесь, ребята. Кстати, музей у него не здесь, а в другом месте. И в этом месте. Ты нас интригуешь, Саша. Ну, что интригуешь, чтобы вы знали просто. Вроде-ка об этом говорил, ты ему... Ну, да, он же говорил. Сговор идет о так называемом станке. Покажи. В котором записывались жентгеновские записи. Это же тоже. Нет, ну это тоже, тоже история. Тоже история. Почему? Ребята, это тоже история. Таким образом... Я не понял. А, таким образом, я в этом году познакомился с Колей, наконец. И он меня познакомил... Коля Васин познакомил меня с Рудольфом Пупсом. Вот с таким человечком. Вот такая вот история. Человечащая, вообще. На самом деле. Он подошел ко мне тогда и подарил эту самую фотографию. Мамба-2. Да. Которую назвал номер один. Прошло время, я ему позвонил, и с тех пор началась наша дружба. Господа, наша встреча заканчивает... Наш дорогой звуко- и видеооператор, автор наших, большинства наших видеопрограмм, Александр Траевин. Прошу вас войти в камеру. Это мой самый близкий рывок. Вот это близкий рывок. Минут через 15. А он мой сам. Вот так получилось в жизни, да. Наливайте. Ребята, вы знаете, я так вам хочу сказать, что мне приятно. И мы с Родиком Новый Год встречаем всегда. Сначала мы с Адамом Ульяновом такой тоже. У меня все бессеребренники, все друзья бессеребренники, понимаете. Вот. И... Столько много хочется сказать. Давайте все-таки тогда немножко окунемся чуть в то время. Вот именно... Я 51-й год рождения, так же как вот Эрик Шант. Я знал, что группа Санкт-Петербург существует. Но дело в том, что мы сами рок-н-ройщики. Дело в том, что Битлз, группа Битлз была в Риверпуле. В Риверпуле было более 600 команд. Но дело в том, что в Питере тоже было более 600 команд. И вот человек, который описывает это, он это знает. Потому что все команды были в любой, в каждой школе. В нейтроклассах. В каждом заводе, в нейтроклассском заводе. В нейтроклассах было по две группы. Да, да, да. То есть более 600 команд было. И причем все были музыканты. Я буду, Рудик, правильно. Мне понравилось, как он сказал. Я не знаю, все правильные поймут или нет. Мне хочется это время, кстати, как оно было, так и писать. То есть не надо кого-то восхвалять, понимаете. Или вообще, мне кажется, что Коля является как бы образом, где бы я хотел больше поговорить о рок-музыке, о том времени, как Андрей и чем занимается. Вот это интересно очень. Вот это. И я поэтому свои впечатления вам хочу сказать об этом начале. Потому что с Колей я потом позже познакомился. И когда Андрей сказал, я это не совсем могу понять. Потому что он говорит, что Коля нас примерно приобщил к Битлз. Ну, примерно так это звучало. Я говорю, как это мой? Как? Я Битлз-то и так сам знал уже. Меня-то не надо. Нет, нет, открыл глаза. Нет, нет. Ну, ты сказал, будь осторожен. Здесь люди, извини. Рядом Володя Фадеев стоит из Кочевников. Они с Родиком рядом стоят. Это первая команда вообще. Ну, кто? Мы даже Колю Васину не знаем. Мы даже Колю Васину не знаем. Хочется пройтись по всему вот... Хочется, да, по всему. Да, по всему. Да, по всему, да. О чем сказать. Как я услышал там впервые, там, Жилин, Пейси, Мэк, Гоу, да, вон. Мне вообще-то представляется, я всегда смотрю, что людям нравится. Потому что я в Ютубе постоянно, я знаю, что люди любят. О чем надо говорить. Я знаю, о чем надо говорить. Поэтому я хотел бы именно об этом сказать. О деталях. О многих деталях того времени. В 175-й школе, в которой я учился, которая была напротив октябрьской гостиницы прямо. Сейчас там какой-то центр по борьбе с наркотиками, там, вот вместо этого, да. Прямо, вот в этой школе я учился. В этой же школе. И где-то в 7-м классе я первое, что услышал, я никогда музыки на костях даже не слышал. Но мне просто принесли... Это я сейчас уже потом услышал. Мне принесли Ипи-Иппи-Шейк. Это я потом уже понял, что это не Битлз. Битлз потом появился, когда моему приятелю Володе, Миродному, он таксист, как был, так и остался. Вот такой лучший мой друг, приятель. Ему привезли из Германии три диска. Привезли, значит, Битлз, первый альбом гендеровский, потом второй вальс и так далее. Я, то есть, помню, представляете, диск приводит Битлз. Мы включаем Битлз. Это Битлз, это вообще обалдеть. Я на Старом Невском жил. Ну, я хочу сказать, просто здесь все моложе, только Рудик самый старший. Но Рудик, наверное... Я самый молодой. Ну, самый молодой, да. Но самое интересное, ведь дело в том, что, когда появился, чтобы вы знали, многие из вас этого не знают, когда появилась песня потрясающая, абсолютно, Кэм Бабилон. Это уже в 17.45 был маяк для американских летчиков, чтобы вы знали. Ровно в 17.45 каждый день мы включали на Старом Невском дворе, в этом колодце, включали музыку и со всех окон вот это Кэм Бабилон ежедневного. Каждое время было вот это Кэм Бабилон, конечно. Это первое, что хотел сказать. Второе. Это где-то мой примерно седьмой класс был. В школе, значит, рядом Октябрьская гостиница. И, конечно, первые признаки того времени. Какие первые признаки? Просто я то, что вспоминаю, то и говорю. Конечно, это первая финская жвачка Жонки, которая у нас Жонки. Вот она была. Фуркуми, да, да. Пупка Милё. Всё, Пупка Милё. Там первые были эти фарцовщики появились. Володя Ефимова убили тогда. Короче, прямо вот в гуще всех этих событий мы там находились. Прямо в Октябрьской гостинице. Приезжают финны. У них, по-видимому, сухой закон был. Куча 15 автобусов. А они как приезжают, сразу напьются все. И прямо зимой в одних пиджаках идут. И мы на них смотрим. Обалдеть просто. И вот это фуркуми, этот запах. Следующее. Извините, я быстро говорил. Но это очень интересно, на самом деле. И, конечно, вдруг появляется. Это вообще обалдеть. Потому что я, когда в первом классе учился, мы ещё писали перьевыми ручками. И вдруг появляется. Ты уже позже, Андрей. Я перьевые ручки обычно писал. Я писал перьевые ручки. Это был 65-й год. Мы ещё писали перьевые ручки. Но я хочу вам сказать, что, ребята, даже я когда... Соображаю. 58-го. 50-й год. Я-то раньше всё равно. И вдруг появляется шариковая ручка. Ребят, представляете? С шариковыми ручками запрещали. Вы поймите, ребята, это фантастика. Это было дорого, чтобы купить шариковую ручку. Это были деньги. И просто... Это было либо кто-то там... Да, ну, фарцовщики. Это, извини, фарцовщики, да. А джинсы, я не говорю о джинсах вообще. Потому что джинсы, кто помнит, это были... Милтонс носили тогда, индийские джинсы Милтонс были. Тонкие-тонкие, это они просто ужасные. И поэтому я Рудика понимаю, когда в 80-м году он уехал, он... Рудик, чтобы вы знали, я хочу при вас всех сказать, что Рудик написал самую известную песню. Это 7.40, которая очень... Это его текст, 7.40, это его. Текст его Сингарелла, который Шуфутинский поет. Это Рудика тоже. И он очень много текстов, известнейших текстов написал. Ну, он очень скромный просто. Рудик никогда, кстати... Он Шуфутинский никогда никаких прав не представлял никому-то. Он сидит, он сейчас летает по три раза туда-сюда и постоянно сидит, пишет, 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 сочиняет. Сейчас сочинял, вот когда Браун был. А можно такое еще, скажем, очень важное тоже? Приезжает ко мне Саша Лазарев был, мой друг, которому мы делаем музыку. И привозит мне, ну, мой самый любимый друг, вот, привозит мне, вот, Зоя ему подруга подарила. Пускает, смотрит, я, это нормально. Дорогое вино, дорогое вино. Ребята, я, надо думать вообще, потому что я потом... Я, конечно, могу вырезать, но я не люблю вырезать. Пускай будет как есть. Ну, Сашка, конечно. И вот, шикарное вино грузинское. Ну, дело в том, что на этом вине Сталин изображен. Ну, он смеется, так смеется, вот. Ну, я нормально воспринимаю. Я не Коля Васин, вы понимаете. Вот Рудик живет, что он должен улицу Ленина бросить, там, на улице Ленина. Он же не виноват, что она называется улица Ленина. Она широкая. Она улица широкая. Ну, Гриша Козел обиделся, извините, он обиделся. И говорит сам, вот, Коля бы ушел, если бы увидел, что написано где-то Ленина. Ну, ребят, ну, может до маразма так дойти? И когда я Коле сказал тогда, что Рудик живет, там Ленинский проспект, почему? Он тогда опять взорвался. А потом ее кон вообще взорвался. Я говорю, потому что, ну, я не знаю. Ну, наверное, так тоже нельзя. Он возненавидел ее почему-то. Неизвестно почему. Сначала он ее посылал через меня. Вот эти свои. Он ее возненавидел. И когда, значит, в 2010 году вышла коробка, Йоко сделала, я прихожу и с ужасом смотрю, она расписана все, а пластинки с Йокой, которые там компанда... Вытянута, да? Нет, заклеиваются. Йоко заклеивается. А потом я прихожу. У него оригинальные символы начинают заклеиваться. Я так сижу, я, конечно, не винильщик Ярис. Но это было для меня, в общем-то, шок. Конечно, я подсидел. Мне, простите, это напоминает, когда у нас была в доме советская энциклопедия, малая советская энциклопедия, где были портреты всех воронов народов. Отец мой, покойный, закрашивал вот эти статии и портреты врагов народа. Я его понимаю прекрасно. Страх убивает совесть. У меня песня такая есть. Страх убивает совесть, потому что... Ну ладно, все эти возвращаются. Просто это не состыковалось со свободной территорией России. Мы же приходили, всегда говорили, это свободная территория России. Здесь можно все... Ребята, я только как я понимаю, мы все равно вынуждены как-то куда-то в политику, все равно делать то, что мы не можем этого уйти никогда. Дело в том, что... Ребята, что это политика? Политика, это, извините меня, не какая-то там абстрактная категория. Просто политика, это мы граждане. Мы вот все граждане. Мы же выбираем и насыщаем тех людей, которые нам помогают решать нашу проблему. Мы нанимаем дворника, который нам метет двор. Правильно, да. Мы нанимаем мечестру, которая нам меряет давление, там уколы делать, если вдруг что-нибудь там случилось. Мы точно так же нанимаем, извините меня, президента, министра и всех прочих. Вот это и есть политика. От того, которое имя не называется. Сейчас, когда... Согласен, нет? Да, нет, я согласен. Я нанимаю людей. Если меня не устраивает человек, который не выполняет эти обязанности... Только нас камера снимает. Мне вырезать или не вырезать? Не вырезаем. Все, 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 все. Я увольняю людей. Вот лично сегодняшнее правительство России, к сожалению, сегодня мои планы абсолютно не выполняет. И я их считаю троечниками, бездарными, никчемными. И я хочу их уволить всех. Собственно, я их уволил, если честно, да? Они сами, к сожалению, об этом пока знают, но не хотят говорить. Но это их проблема. Ну ладно. Ребята, можно я тогда... Нет, у нас уже в Палийске. Хорошо, я тогда такую вещь вам скажу. Только вам. Ребята, я все опубликую. Поверьте, я опубликую это. Леш, согласись. Володя Лузгин, лучший друг. Кстати, Женя, так, Драбкин приезжал тоже. Ты все хотел, Женя? Женя уехал потом. Но приедет еще, я думаю. Женя смотрит. Кстати, я тебе могу сказать. Можешь по скайпу с ним поговорить. Женя в то время очень крутой тоже музыкант. Да, да. Драбцы. Они друзья, вот уехал, даже кажется, раньше Рудик уехал. Не, не, он не раньше. Чудесный человек, Женечка, приезжал. Я сейчас про его группу пришел. Ребята, я вам очень хочу тонкую вещь вам сказать, чтобы вы знали вообще, как хотя бы разговаривать надо. И чтобы, ну, понятно было. Вот, Володя Лузгин, он будет тоже, смотри, тоже в Нью-Йорке живет. Володя мой тоже одногодка. И вот мы идем с ним, где-то поехали, Рудик даже этого не знает. Мы с ним поехали с Игорьком тогда, и вот он идет все время. Дело в том, что, поймите правильно, вот они приезжают, сейчас Женя, они уехали, когда ничего не было. И только приезжают, бах, все. И так классно. Им кажется странно, что у нас все классно, понимаете. Это самый Жеромский в этом плане проблем. Он говорит, А ну, что тебе не нравится? Да, все же отлично, все есть, да. Прямо, это у своих, да, как бы там, друзей этих. Вот Володя, Володя услышит. И вот мы едем. И вот меня все время он учит, идет, мы с ним одногодки, он меня учит. Вот смотрите, у нас в Штатах все по закону говорит. И все должно быть по закону. У вас все правильно делается, что ты на кого-то там наезжаешь? Я ему пытаюсь и так объединить, и вдруг, у меня один момент, меня приходит, представляете, у меня приходит, я говорю, слушай, говорю, Володя, а совесть-то выше закона? И вы знаете, ребята, после этого, да, он мне в это время говорит, ну, что тебя заберут, когда в КГБ, они, говорит, вообще с ума сойдут тогда тебя, они даже не поймут, о чем ты говоришь. Ребята, я прихожу домой и набираю, мне стало интересно, набираю в Яндексе совесть выше закона. Это сказал известный, оказывается, философ сказал еще 150 лет назад. И я вам поэтому хочу, когда говорят по поводу, что закон вы нарушаете, я хочу вам сказать такую вещь. А в фашистской Германии были законы или нет? И по этим законам людей, извините, убивали. Кто пишет законы? И кто их вообще выполняет? И как выполняет? Вот и весь ответ, когда говорят, люди не совсем могут понять, как отвечать и как говорить. Это похоже на слово Неверное слово. В Камбодже были, геноцид был, в Северной Корее законы. О чем говорит-то, есть конституция, ребята. Извините, ради бога, как тут мне ответили. Я передергиваю в 50-м годах. Нет, я понимаю, но он сказал, что... Все, давайте, Голи Васильевич, сейчас я закончу все. Я закончу, тогда давайте я вернусь в школу. В школу. Очень интересно говорил. Сейчас я туда придержу. Тихо, тихо, тихо. А, правильно, да. Спасибо, Лёша. Мне просто надо останавливать. Правильно, правильно. Спасибо, останавливайся, заворачивайся. Мы заворачивай просто. Ну, короче говоря, вы знаете, я когда тогда жил, мне почему сейчас страшно интересно, потому что, когда мы играли сами рок-н-ролл, мы пили портвейн, так же, как все сидели. Мы никуда не ездили. Но я никогда не знал, что рядом Алика Садуль, конечно, рядом со мной жил. Я не знал. Он рядом через дом жил. Я дома тебя жил, да? Да, буквально рядом. Я этого не знал даже, понимаете. Я один раз только был, как-то съездили. Потрясающе в Невскую. Кстати, Алик сам потом уже говорил, сам уже забыл, как называется. Он сказал, Невская волна. Невская волна и называлась. А он по-другому сам, даже он уже забыл сам, со своей группой. И поэтому, когда жил, я этого не знал. Я не знал, кто такой Рудик Фукс. Я не знал, кто такой Коля Васин. Мы ходили, ну, ездили. Я знал, что Санкт-Петру где-то слышал, есть группа Санкт-Петру. Я не знаю, потому что мы сами пьянствовали, сами говорят, у нас была своя команда, там, человек 40-50. Не знал я этого ничего. Поэтому мне сейчас страшно, интересно, хотя бы под конец жизни где-то соединиться, узнать какие-то вещи, которые я раньше не знал. Поэтому я, Крутик, я абсолютно никогда не любил Аркадия Севна, но мне это неинтересно было. Но мне это интересно, что это как срез времени, понимаете. Потому что это явление было. И когда, я очень уважаемый мной человек, которому 81 год, но он выглядит, извините, и говорит, что его... А в Америке, кстати, есть Джо Саус. Я в вашем уши уже. Джо Южный. Ну и Коле Васильеву, который сейчас, я хочу сказать. Да, да, да. Я... На север Джо Саус, да. Да, он Южный. Я много ничего писал. Я, наверное, может быть, даже тогда я познакомился, когда вот на это вот, когда мы, наверное, когда вот московский клуб Битлес приехали. Может быть, тогда и было. Может быть, раньше. Я уже могу путать. Колину Васильеву у меня очень хорошие отношения, но вы знаете, вот когда мы хотели передачи делать, я вам честно хочу сказать. Мне было... Во-первых, я когда увидел... Я давно у него не был уже, когда увидел его, у него заросло все до потолка уже. Я прихожу с доброй душой с ним разговариваю. Коленька, Коленька. Он меня... Я ему 10 раз к нему приезжал. Он меня не помнит. Каждый раз. Он не помнит меня. Ну что, я буду объяснять ему? Коля, я тебе привез фотографии. А я взял и скачал. А что ты мне буду тридцать? А у меня 60 тысяч. Боже мой, я тебе хотел показать, чтобы ты что-то нашел, если ты коллекционер. Вообще-то по большому счету. Ладно, я сижу, я хочу ему компьютер... Я смотрю, у него компьютер старт, хочу подарить компьютер, а он сидит как на иголках. Понимаете? Он буквально какой-то обозленный сидит. Я... Рудик... Вы знаете, я бы ушел, честно говоря. Ну, Рудик, они... Как раз Сережа вез, они в пробку попали, они опаздывали. Я бы нужно было сидеть. Я не люблю, когда со мной так разговаривают. Понимаете? Я сижу, Коля от Ленина, он взвивается, потом, значит, опять... Ленинский проспект опять взвивается, сидит. Ну, я дождался. Да, он приехал, он ему дарит пластинку сам, и он опять взрывается, и он... Вы понимаете, когда вы говорите, что он весь... Да какой? Извините, он на нервах весь. Человек-то на нервах. А вы знаете, ведь после этого я ночь не спал, потому что мне непонятно, почему, когда вот, извините, вот приходит, человек с доброй душой, а с ним так разговаривает. А утром я понял. Я звонил Рудику, говорю, Рудик, а я тоже понял. И Рудик тогда мне такой вещи сказал. Я вам объясню, почему это все произошло. Я потом Рудику это сказал, то же самое сказал. Он вам сказал так, он мне сказал, я сразу все понял. А что мы будем тебя снимать? А что ты в Битлз-то вообще понимаешь? Да. Я вам скажу такую вещь просто. Я потом Рудику то же самое замечание сделал. А надо понимать. Понимаете? Потому что, вот представьте, там у него много дисков, все диски, а Рудику тоже все диски есть. Он сидит и думает, а что мы куда-то поедем? А почему не у меня дома? что есть 500 тысяч людей. Вот и все. Из-за этого они с Рикшаном, я понял, почему они разругались. Они из-за скальдов, когда скальдов организовывают. Вы еще молодые, не знаете? Я знаю, да. Это подпольный был тогда. Ну, об этом писал Рикшан. Рикшан, поэтому мы все знаем. Я это понял, да. Рикшан писал, я прочитал это, я понял. Из-за этого, потому что все хотят на себя взять вот это вот. И последнее скажу. Есть трехминутный ролик, где сидят вместе. Про Болю я могу отдельно рассказать Гребенчукову. Это отдельная история. Сам Боря будет обалдеет потом, если я расскажу. Есть трехминутный ролик, где сидят вместе Болю Гребенчуков, Сережа Курехин сидит, потом Африка вот сидит, и Коля Васин. Вот они сидят трехминутный ролик, где они молодые сидят и рассуждают, вот для чего сидят. Я, честно говоря, Курехина очень люблю, Сережу страшно люблю. Он гений, он гениал. И был этот Петя, который вместе учился. Вы знаете, что Курехин-то учился где? В Евпатории, да. Это из первой части мы его уже узнали. Да, в Евпатории, да. Вот как Петя, а Петя сам-то, Петя сам скромнейший человек. Он родился, извините меня, в Мурманске. Ну, как дети военные, мы все дети военные. Вот я не знал. Поэтому у него тоже, как у меня папа был военный. Он родился в Мурманске, школу окончил в Евпатории, ну и потом, что-то они всей семьей, не он один, они всей семьей переехали в Питер. Вот и все. Вот. В 72-м году. И вот там очень важная вещь была, вот у них такая философская тема, была у Курехина вместе. Я сейчас не хочу Колю ругать там или что-то, я просто говорю, там очень, на один отвечает на философский вопрос. Вот Коля говорит, ты не понимаешь, это космос, вот мы в космос, это и все правильно, вот как, вот храм и все. А Курехин говорит, ты знаешь, смысл примерно такой. Ты понимаешь, ты вот хочешь приматься там кому-то, а ведь надо самому делать вообще-то что-то в этом мире. Ребята, я говорю, вот то, что Рудик сказал, поверьте, он не из-за того, что он его не любит сказал, он просто сказал свои впечатления. На самом деле, у меня о Коле самое хорошее впечатление осталось. Я сижу, делаю это. Казалось бы, я до... Вообще-то я тогда сказал, не поеду больше никогда, я так обиделся на него. Тем не менее, видите, я снимаю постоянно, потому что он уникальнейший человек, и добро он несет, и спасибо вам. И последнее, что хочу сказать, спасибо Лёше, то, что Лёше организует эти концерты, потому что... Лёша, Миша, Миша, ну, ребят, я же не все знаю, да. Ребята, мы просто с Рудиком пришли, ребята, я смотрю, такая красота, люди, понимаете, это энергетика там такая. Благодарная Россия, Андрей, это, скажите, это красиво. Вот она, Благодарная Россия. И второй, и второй, конечно, вот Андрей, потому что человек, который сам пишет, вот у них там есть, этот пишет, этот сам Артём, молодец Артём, а у нас кто-то должен, а у нас Антём пишет, вот и все. Пишет, ведь понимаете, он что за деньги-то делается? Он же не за деньги, он просто делает, он это любит, это то есть. И спасибо тебе, спасибо вам, Лёше, спасибо, ребята, спасибо, что вы здесь все это делаете за деньги. Я энергетикой заряжаюсь от вас, от вас добрых людей. Это самое главное. Я даже Водик говорю, Водик даже помолодел, смотрите, как он просил. Он дадит помолодец. Я хочу просто, все отключение. Ты кончишь? Все кончилось. Я хочу добавить от себя. Спасибо. Я закончил школу в 55-м году. в 65-м году? В 65-м году. А не в школе собирались. В школе было тогда. На улице восстания, в качестве. Тогда было. Еще практически не было рок-н-ролла. А был в школе. А они там наступали. Они не только так. Они не только так. Они не только так. Они не только так. По радио Люксембург. Вот что он ко мне пристает? Ты потом раз. Ты потом сам расскажешь. Радио Люксембург был тогда самый главный, который проживал в школе с Даглушки. Да. Я услышал рок-н-ролл. Я даже не знал, что есть такое название рок-н-ролл. Я подумал, что это какой-то заводной буги-муги. И только потом я узнал, что это рок-н-ролл. Мы в школе увлекались весь 10 класс. Когда мои друзья, я и прочее. Когда закончили школу, должен был быть выпускной вечер. и мы решили все, ну, пол-класса, мы рубили, решили себе заделать новые прически, которые в то время вошли в моду. Канадский кок. Канадочка, да. Элли Спресли. У него это называлось «Утиный хвостик». А у нас называлось «Канадский кок». Это делалось в одном месте в Ленинграде, улица Майорова. Сейчас она переименована. Да, переименована. Очередь стояла вокруг всего квартала, со всего города. стиляги съезжались делать этот канадский кок. У меня волос было достаточно, вот такой канадский кок. И вот на этот выпускной вечер мы пол-класса пришли с этими канадскими коками. Учительницы, там, учителя все упали в обморок. Мода. Мода. И вот потом этот канадский кок. Стиляги, стиляги. 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 Канадский кок я делал уже еще после этого 10 лет. Валя Матвеева барикмахер такая была с этой же улицы Майорова. Она кучевала по-разному парикмахерски. И мы все вслед за ней кучевали. Потому что осменила эта прическа. Была прическа под названием Тарзан. Такие длиннющие волосы. Вроде бы как это канадский кок, только не высохло. Это завис назад-назад. Вот так вот мои воспоминания связаны с этим канадским коком, с рок-н-роллом. А позже у нас здесь на пирожайской стороне родился подпольный клуб рок-н-ролла. Вот он был совсем недалеко. Есть запись такая. Мы снимали это место, где он существовал. Так что есть что вспомнить. Можно по информации еще? Да, чуть-чуть. То есть у нас во-первых концерт 16 января мы сколько будем? 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 притаясь. Там можно сказать инфраструкционное сообщение о том, что сейчас происходит, что делается. Со сценой. Со сценой имеется в виду. Только скажите об этом заранее, и это должно быть коротко, очень минута, полторы максимума. хорошо, мы все согласуем обязательно про кино, содержание. Хорошо, что мы вошли в контакт.